ребята всем привет сегодня у меня снова выход получилось выйти и на улице всю ночь шел дождь принципе он шел сегодня с утра поэтому данная вылазка она скажем так откладывалась тем не менее сейчас вроде бы я посмотрел более-менее какое-то какое-то стабильное состояние облака принципе идут здесь облака принципе идут но какие-то уже не дождевые по крайней мере идти можно ну и собственно выход получился сегодняшний выход основная его цель ну прямо скажем я не предполагаю сегодня каких-то специальных глобальных манипуляций исследований то есть я сегодня просто напросто пройдусь по одному из известных мне маршрутов немножко сделаю отклонения в стороны похожу по лесу по сырому ноги у меня уже сырые здесь пока еще до конца не промок но все в процессе ну и примерно вот так по времени вылазка займет наверное часов 5-6 где-то так в этом диапазоне ну я думаю какие-то интересные кадры будут ну и параллельно параллельно так как буду идти в основном по лесу и скорее всего в ельнике может быть получится под собрать ну или хотя бы найти лисичек если получится будет вообще здорово то есть вот так вот обычно простой выход простая вылазка отдохнуть размять ноги так что смотрим комментируем и подписываемся до связи ребят пока я далеко не отошел от этого места где только что с вами делал вам по делу приветствия хочется показать интересно такой момент об этом уже говорилось у меня на канале есть видео но напоминание лишним не будет растут березки обратите внимание и вот с одной из сторон берез мог вот видите с этой стороны его очень много а стой практически нет вот раз дерево такого формата вот тоже самое вот дерево с этой стороны мог в ту сторону смотрит с той стороны его намного меньше здесь такая же ситуация вот видите там нет ну вон здесь и вообще много соответственно можно предполагать так как у нас махи растут со стороны севера к северу обращены соответственно там где-то север сзади юг север юг запад восток вот природный компас один из вариантов ладно а мы идем дальше вот ребят первые находки подосиновик вот первые и вон там стоит 2 но 2 уже видно такой подгнивший поэтому мы сейчас проверим данный гриб если он нормальных наверное возьму его потому что сегодня еще будут грибы но видите тоже поедем шляпка уже такая объявшиеся все в теории в теории можно его взять но ладно не будем пусть лежит съедят его но признак это хороший значит грибы потихоньку начинают рост ладно идем сейчас туда и посмотрим что будет дальше вот ребят перед нами куст шиповника видно что плоды еще зеленые ну и созреют они примерно наверное где-то к сентябрю где-то вот так вот вот здесь мы видим одинокий куст в принципе 2 но немного ну а так есть у нас места прям заросли будем живы-здоровы в сентябре пособираем и шиповник посмотрим ладно пока идем дальше вот ребят еще один подосинович растет сейчас посмотрим конечно наверняка переросток уже переросток уже но тем не менее уже поинтересней ну да видно что ножка в принципе нормальная хотя может и возьму его много посмотрим нормальный но какой-то он мягкий весь слишком мягкий брать не буду там он под березовик еще растет конечно так ходить поинтереснее но если в походе вот такой подосиновик найти 12 такие гриба отварить поджарить и можно есть хотя иногда я их даже не отваривал то есть сразу просто жаришь да и все тоже кто как готовит пройдущих по этому участку посмотрю если грибы будут конечно меньшего размера может быть соберу но уже повеселей то есть грибы видимо потихоньку начинают рост ладно чуть позже еще когда ребят шел вышло солнышко и естественно дождя уже наверное сегодня не будет на открытых участках достаточно свежо ветерок продувает вот если вы видите он там вот на деревья колышется я чуть позже туда выйду правда с другой стороны но и пока шел по лесу я снова не удержался как видите вот черника растет черника растет но не удержался два ведерочка немножко собрал конечно корректировку это вносит существенную в планы часа два с половиной я вот это дело собирал усталость все но так как ветерок поднялся комаров как-то сдувает и не так жарко поэтому в принципе нормально но сейчас все дело собираю и маршрут у нас с вами вон туда пойду туда ну а дальше свернул к речушке которую мы с вами уже видели не раз пройдусь по кругу зайду зайду еще в один лесок наверное посмотрю что там ну и домой в принципе уже как говорится удовольствие получено по дороге вот черника будет встречаться буду ее пока ягода еще есть употреблять как говорится мы в остальном вроде бы все нормально ладно я выключаюсь идем сейчас туда что-то еще будет покажу постоянно пока вот по лесу идешь кто гуляет тот наверное тоже отмечал не раз что в лесу встречаются вот какие-то типа дорог каких-то вот старых вот видно явно что тут какая-то дорога была вот даже на по моему вот видно но куда она ведет что она откуда вообще непонятно вот это все ребят под ногами у меня черничники видите вот так вот растет черника конечно можно еще пособирать но хочется и погулять променаж какой-то сделать к тому же я не знаю как у других у кого в регионах вот у нас год на год по чернике не приходится иногда она висит прям гроздья my и крупные такие ягоды а иногда вот видите вот кустик куст несколько ягод и все причем как-то участками то есть можно встретить три-четыре куста например хороших а после там пройти десяток метров больше и кусты кусты будут пустыми вот как сейчас примерно вот ситуация я иду попадаются обсыпанные ягоды в основном вот видите все пусто ну ладно мне сейчас вот туда идти куда палкой показываю вот ветерок кстати обратите внимание видите как колышется и очень приятно обдувает такую погоду я очень люблю когда не жарко и ветер пройдусь туда ну а там дальше будет видно может быть что-нибудь еще и поснимаем до связи ребят вот ребят я сейчас иду лес потихоньку начинает меняться потихоньку начинает меняться и уже видите если мы там шли пространство нормально просматривалась здесь уже начинается такие вот заросли некоторые это как бы не критично но интересно вот сейчас я иду на звук на звук трассы до нее примерно мне ну где-то километра полтора топать но я свернул немножко там пораньше потом палка приходится перед собой периодически махать чтобы сбивать паутину который уже много но большее количество будет чуть позже что-то здесь как-то мягковато вот еще одно из интересных мест чтобы сделать стояночку палатку поставить то есть видно открытый такой участок достаточно здесь по моему как дорога раньше было или мне кажется уже и очень комфортно вот мы с вами видим очередной подосиновик большой я вот рога сейчас не буду потому что наверняка уже подгнил этот товарищ так вот еще несколько раз дождик и пройдут и наверное вторая волна может пойдет грибов первая была в самом начале июня вот какая-то тропинка я здесь еще не ходил хотя места вроде как знакомые куда ведет пока не понимаю откуда она и куда ну да ладно ладно ребят включусь чуть позже сейчас пройдусь какой-то промежуток там посмотрим вот на березе мы видим ребят с вами на рост и мне всегда нравилось этот мог вот такой бархатисты вообще классно ощущение супер это на рост судя по всему сувель растет наверное о муравейник увидел хороший большой посмотрим сейчас вот видите и данном случае муравейник расположен с южной стороны дерева то есть вот мог с северной стороны большая часть перепроверим сейчас ну вон тоже дерево растет на меня обращен вот видите соответственно север вот идет сюда и муравейник в данном случае расположен как как по учебникам то есть с южной стороны дерева вот даже можно дело сейчас сфотографировать на память что я сделаю ну и пойдем дальше